Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поговорить о биткоине и очень интересном слухе касаемо его. Я думаю, что этот слух все же на 100% правдив. Мы поговорим о том, как это повлияет на биткоин и его будущее уже в этом году. Так что же происходит с биткоином прямо сейчас? Институциональный спрос на него зашкаливает, взлетает в космос. Китайская компания Мэйту накапливает не только эфириум, но и биткоин. Она купила биткоин еще на 10 миллионов долларов. Этот документ подтверждает их покупку 8 апреля 2021 года. 10 миллионов долларов – это не столь значительная сумма. Но все равно биткоин проходит через ряд массивных корпоративных покупок. Как ты наверняка помнишь, Тесла объявляла о гигантской покупке биткоина на 1,5 миллиарда долларов. Илон Маск добавил, что компания планирует увеличить свои инвестиции в биткоин, которые и так уже не маленькие. Микростратегия тоже продолжает наращивать объемы биткоина. Вопрос в том, какая следующая компания купит биткоин, а особенно крупная компания. Ходят слухи, что это Walmart – американская компания, которая управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли с доходом 559 миллиардов долларов. Я прочитал очень много информации касаемо этих слухов, ведь я не хотел предподносить эту информацию как неподтвержденную. Пока что официального объявления нет, но я сделал обширные исследования, прочитал много статей, постов от людей в социальных сетях и так далее. И мой вердикт в итоге, что это правда. Walmart действительно купит биткоин на 1 миллиард долларов в этом году. Вот почему я думаю, что это правда. Эта история началась с Биткоин Магазин. Биткоин Магазин – это очень крупная и уважаемая медиа-организация. Каждый год она организовывает конференции, посвященные биткоину. Следующая такая пройдет уже 4 и 5 июня в этом году. Суть в том, что именно Биткоин Магазин первым поднял историю с Walmart и биткоином. В этой статье, в которой написал, что случится, если Walmart купит биткоинов на 1 миллиард долларов. Если они написали такую статью, если они подняли этот вопрос, значит они знают что-то, чего не знаем мы. Есть вероятность, что они использовали какой-то слитый отчет, которому у них был доступ. Конечно же, они не могут этого подтвердить, потому что в таком случае они подтвердят также и то, что у них есть источники с доступом к закрытой информации. А это уже причина, чтобы SEC обратила на них внимание. Дело в том, что в районе 18 мая 2021 Walmart опубликует финансовый отчет за этот квартал. И я думаю, что в нем мы увидим эту покупку. Я думаю, что Walmart уже купил биткоин на 1 миллиард долларов. Подтверждение будет 18 мая 2021, по моему мнению. Какой же исход этой ситуации для Walmart? Как это отобразится на биткоине и почему это все изменит? Если мы посмотрим на людей, которые покупали биткоин за последний год, то увидим среди них очень много дорогих брендов, очень много технологических компаний. Walmart представляет собой компанию, с которой люди сталкиваются ежедневно. Зачем Walmart будет покупать биткоин на 1 миллиард долларов? Вполне возможно, что они готовятся к приему биткоина, как платежного средства в своих магазинах. Если мы посмотрим на крупнейших продавцов, таких как, например, Amazon, AliExpress, eBay и все остальные компании, которые поддерживают PayPal, то мы увидим, что среди них есть и Walmart. Подтверждение этому мы находим и на официальном сайте Walmart. На странице, где указаны способы оплаты, мы находим и PayPal. Почему это важно? Давай вспомним еще одну новость. PayPal запустил сервис Checkout with Crypto, который позволяет производить платежи в криптовалюте в магазинах, которые поддерживают PayPal. Сейчас сервис поддерживает биткоин, лайткоин и эфириум. В ближайший месяц сервис будет доступен у всех поддерживаемых продавцов. Как раз через месяц Walmart предоставит квартальный финансовый отчет. Я помню один график, который предсказывал смерть розничных магазинов и отображал доли рынка, которые были потеряны из-за крупных сетевых продавцов. Также мы находим статью о том, что Walmart единственный, кто выжил и процветает. Хотя мировая сеть магазинов Target тоже чувствует себя неплохо. Если говорить о пандемии и обо всем, что произошло из-за нее, это действительно пошло на пользу Walmart, Target и Amazon. Интересно то, что Amazon до сих пор не покупает биткоин. Я не могу понять, почему они не покупают его. Ведь известно, что их новый SEO, который пришел на смену Bezos, Andy Jassy, является прокриптовалютной фигурой. Он действительно дружелюбно относится к биткоину. Возможно, именно по этой причине мы все-таки увидим покупку биткоина Амазоном к концу этого года. И она может стать очередным толчком для биткоина. То, что Walmart будет принимать биткоин, для меня имеет огромный смысл. Вопрос лишь в том, как они будут это делать. Сразу же вспоминается существенная медлительность сети биткоина. Возможно, конечная цель Walmart – накопление биткоинов, как это сделала Tesla, предложив покупать свои авто за биткоины. Люди не смогут просто прийти в Walmart и оплатить биткоином свои покупки, потому что он очень медленный. Однако, биткоин может приниматься через сайт walmart.com. Если PayPal разрешает делать это всем своим продавцам, то почему так же не сможет сделать и Walmart? Сразу же видно эгоистичную природу этих компаний. Это происходит не потому, что Tesla обязательно нужно принимать биткоины. Это происходит не из-за огромного спроса на биткоин. Это происходит потому, что так они могут постепенно накапливать биткоин. Поэтому я считаю глупым вообще покупать что-либо за биткоины. Биткоины нужно накапливать. Но это только лишь мое мнение. Я бы с удовольствием оплатил бы товар, например, за XRP. Он быстрый, дешевый и удобный. Как раз для микроплатежей отличный вариант. Но биткоин тратить совсем не хочется. Но что если Walmart выйдет и сделает подобные Tesla заявления, и люди смогут тратить там свои биткоины? Если мы сравним потребительские базы Tesla и потребительскую базу Walmart, мы поймем, что последняя крайне огромная. Она намного больше, чем Tesla может себе представить. Это даже сравнивать нельзя. 200-300 миллионов человек против сотни тысяч у Tesla. Понятное дело, Walmart способен сделать так, чтобы как минимум 300 миллионов людей познакомились с биткоином. Если подумать, то дело не только в том, что Walmart будет принимать биткоин как платежное средство, а в том, что каждый раз, когда человек заходит на Walmart.com, он будет видеть вариант оплатить биткоином. И даже те, кто никогда не интересовался, заинтересуются, мол, а что это такое и как его едят. Поэтому покупка Walmart'ом биткоина, официально объявленная самим Walmart'ом, во-первых, узаконит биткоин в глазах многих людей, и во-вторых, если человек никогда не слышал о биткоине, возможно, его заинтересует, что это такое, когда он увидит его как способ оплаты в любимом магазине. Лично для меня эта картина выглядит следующим образом. Walmart уже купил биткоин на 1 миллиард долларов. Мы сможем выяснить это в следующем месяце из отчета о прибыли, аналогично тому, как мы видели заявку Tesla для SEC. Я предполагаю, что подтверждение о покупке биткоина Walmart'ом на 1 миллиард долларов станет даже большим катализатором для роста цены биткоина, чем подтверждение о покупке Tesla. Все потому, что это абсолютно новая потребительская база, и при этом она не просто новая, она огромная. Треть миллиарда человек, это уже не шутки. Ждем мая и подтверждение всем этим слухам. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, какие еще компании в этом году, по твоему мнению, купят биткоин. Я думаю, что это Walmart и Amazon. На этом все, меня зовут Богатищий Ди, поставь лайк под это видео, и это помогает каналу расти, меня мотивирует на создание новых роликов. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируй, делись видео с друзьями и обязательно богатей. До скорого. Увидимся вечером в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok